Куриш, 1926 год. В бывшем монастыре расположился детский дом Всеукраинской комиссии помощи детям. Перед моим духовным взором Куриш неотрывно стоял, как сказочный мертвец, Способный крепко ухватить меня за горло. У беспризорного нет крова, родителей, он вне цивилизации, Но у него есть возможность борьбы за существование. Воспитанников Куришского детского дома решили и этой возможности, Ничего не дав взамен. 15 мая со своими воспитанниками, колонистами и гойковцами В Куриш прибыл Антон Семенович Макарин. И в этот же день прекратили свое жалкое существование 280 потерявших человеческий облик существ И родился один сплоченный, насчитывающий 400 человек коллектив Трудовая колония имени Максима Гойкова. Пошли к улежанию за гойковцами. Охотно, без сожаления, расстались с прежней никчемной жизнью. Пройдет время, и Антон Семенович скажет Могучая сила детского коллектива. Могущество почти непревзойденного. Еще не до конца пережита радость первой победы. Завоевание Куриша только начинается. Но не могут ждать сотни оборванных, голодных, Лишенных крови без призывных детей. С Харьковских вокзалов, с базаров и улиц города В колонию поступает новое пополнение. На недавно очищенном от многолетней грязи Дворе Куришского монастыря С глифтами без призорников сгорает их бесславное прошлое. Рождаются первые строки биографий, Возвращенных к общественной жизни детей. Живет того, живет своим напряженным трудовым ритмом. Не сломался колонистский коллектив, Не распался под влиянием булечного выполнения, А креп, возбушат, поверил в свои силы. На деле доказал правоту своего любимого Антона. Совместное трудовое усилие, Работа в коллективе, Трудовая помощь людей Их постоянная трудовая зависимость Только им могут создать Правильное отношение человека друг к другу. Но с успехами колонистов Растет недовольство работников наркомброса. Это не колония, А офицерская команда, Уверяют они. Макаренко офицер Своей офицерской педагогикой Превращают колонию в конецкий корпус. Это не советское воспитание. Грыют. Прямо надоем. Сами работать не умеют. Думаю, к чекистам перейти. Организовать там колонию. В память о своем старшем товарищем Алексею Игмундовичу Цержинскому Чекисты Украины в Хайкале Построили прекрасный дом Детскую трудовую коммуну Имени Цержинского В пушистый зимний день 25 декабря 1927 года 60 мальчишек и девчонок-горьковцев Пришли в новые красивые комнаты конкурса. Принесли они с собой Трудовой задор колонистов Целый ассортимент находок И способлений Традиций свободного Молодого коллектива. Засияли огни Самой молодой детской колонии. Но еще полгода Не расстается Антон Семенович Цержинскому Там большинство его Воспитывали к ней Их нет детей И оставить их Очень трудно. Приезд Горького Совпал с последними днями Работы Антона Семеновича Радость встречи с другом Колонистов Великим пролетарским писателем В судьбе которого Горьковцы видели Свою судьбу Была обращена Предстоящим Расставанием с колонией Проводив Алексея Максимовича Макаренко Макаренко в пулеш Не вернулся В коммуне Сбылась давнишняя мечта Макаренко О соединении Среднего образования С производительным трудом Только так Антон Семенович считал Возможным Воспитание Молодого человека Игра Труд Учеба Они гармонически Сверлись в единое целое Которое иначе И не назовешь Как жизнь коммуны Имени Держинского Коммуна переходит На полную Самоокупаемость Для коммунаров Введена заработная плата У них есть цель Большая И интересная цель На деньги Заработанные Собственным трудом Коммунары Строят завод Самый современный С самой передовой Техникой Первый в Союзе Завод Электроинструмент И за свою работу Они отвечают По всей строгости Производства Отмечают Прежде всего Перед своих коллективов Коммунары Настолько выросли Что смогли Отказаться От должностей Воспитателей Настолько выросли Самоуправлением Что они уже Сами могут Ввести домой Вчерашние Бродяги и воришки Сегодня Не из диверсов Государства А равноправные Члены общества Они производят Чрезвычайно важную В общей экономике Страны Продукцию Готовят Стране Крамотные Высоко Квалифицированные Камуны Гости из Англии Познакомившись Камуны Предложили дать ей название Высшая школа Социализма В Камуне В действии закон Свободный коллектив Не должен стоять На месте Форма бытия Свободного Человеческого Проектива Движение Вперед И Камуна Идет Вперед Завод Электроинструментов Открыт В январе 32-го года В мае Достигнута Наивысшая Производительность А пацаны Уже мечтают О новом О первом В союзе Заводе Пленочных Фотоаппарат И не только мечтают А действуют Уже к концу года Они собрали Свои первые Фотоаппараты Счастье здесь Не от папиного Капитана Не от жизни Беззаботной Не от паразитического Обжорства Не в слое Разведенного Жирка Покрывающего Мускулу А счастье В рабочем усилии В ощущении Своих Мускул В просторной Дороге Вперед Счастье В том Что уже не может Быть стыдно От паркета Цветов И зеркал Счастье Настоящей Человеческой Свободи Двенадцать лет Вы трудились Писал вы И результатом трудов Цены нет Огромнейшего значения И поразительно удачный Эксперимент ваш Имеет мировое значение Прекрасное дело Делаете вы Превосходные плоды Должно дать Я попрошу членов президии Занять Почетное место Мы перейдем А по нечертной Малере Просе Что-то что-нибудь Ум Делаете вы Уважаемые участники Международной конференции, приуроченной в 25-й годовщине дня рождения Антона Семеновича Макаренко. Слово для приветствия участника конференции предоставляется барышу Евгену Ефимовичу, начальнику управления Государственной и Министеральной службы Харьковской области. Уважаемые друзья, коллеги, я рад вас приветствовать на Харьковской земле. Я хочу поздравить вас с продолжением работы конференции, где уже на Харьковской земле. То, что вы посмотрели у нас сегодня в Куряшской колонии, тот музей, который вы посмотрели, я немножко хочу коснуться истории. Мы посмотрели фильмы, значит, 15 мая 1926 года Макаренко вместе с воспитанниками, было 400 человек, впервые зашел на территорию Куряшской колонии. Эта колония жила и развивалась. В советское время насчитывалось порядка полторы тысячи воспитанников этой колонии. Это были огромные общежития, огромные производственные цеха. Тут было производство, к сожалению, к радости вернее, не к сожалению, а к радости. Сегодня из 11 колоний, которые раньше были на Украине, детских воспитательных колоний, их осталось сегодня 8. И сегодня есть такая тенденция в том, чтобы максимально сокращать эти колонии. В Куряшской колонии сегодня находится 220 воспитанников, которые проходят обучение в школе. В Куряшской колонии есть мастерские, в которых они имеют возможность работать. Что касается того помещения, в котором мы находимся. Этот музей был построен к столетию, со дня рождения Макаренко, в 1988 году. Так сложилась ситуация в связи с недостатком финансирования других обстоятельств. В 1996 году был сокращен как единица Куряшской воспитательной колонии. Было отключено отопление, потому что нечем было платить, не было штата. Но, тем не менее, мы и руководство колонии максимально сохраняли его. И вот по инициативе непосредственно председателя Государственной пенитенциальной службы Украины, Лисецкого Александра Владимировича, по его личной инициативе, было принято решение в этом году возобновить этот музей, возобновить эти музеи. Были выделены средства для реконструкции этого музея. Вы видите полностью отремонтированное помещение музея, полностью. Та экспозиция, которая была сегодня, полностью оновлена. Мы полностью снимали ее, разбирали, полностью отдавали на реставрацию эту экспозицию. И вот сегодня вы, собственно, первые, кто видите этот музей после реставрации. Это событие имеет много факторов. Первый фактор, знаете, есть высказывание общества, которое не помнит свою историю, не имеет будущего. Второй фактор был указ президента Украины Виктора Федоровича Януковича о обеспечении реализации прав детей в Украине в 2011 году. И в связи с этими событиями мы реставрировали и восстановили этот музей. И мы предложили концепцию существования этого музея. Потому что как музей самостоятельный, он будет малоэффективен, малоинтересен. С учетом того, что у нас, во-первых, Харьковское управление, во-вторых, город учебных заведений Харьков, который по советскому времену имел 22 высших учебных заведений, мы предложили концепцию создать на базе музея учебно-методический центр традиции пенитенциарной системы Украины. Что подразумевается в этой концепции? Значит, первая очередь. Мы обсудили, договорились уже с ректорами многих высших учебных заведений. У нас в университете имени Ярослава Мудрого, юридическом университете имени Ярослава Мудрого, есть факультет пенитенциарной службы Украины, 9 факультет. Мы уже обсудили этот вопрос с ректором, и часть практических занятий будет проводиться на базе этого музея. Вот этот зал, он будет существовать для проведения занятий, да, экспозиция музея, которая сегодня есть, она будет экскурсионной. Кроме этого, если вы видели, заходили с левой стороны, там стоят такие стеклянные двери, пустое помещение, мы будем продолжать эту экспозицию и хотим создать на базе вот этого помещения музей истории пенитенциарной системы Украины и Харьковской области в том числе, чтобы студенты, которые к нам в будущем придут обучаться, они могли пройти и посмотреть историю Макаренко, и посмотреть развитие пенитенциарной системы Украины. Кроме этого, у нас в высших учебных заведениях есть факультеты психологии и педагогики. Это государственный университет Каразина, там учатся психологи, мы уже обсуждали этот вопрос с Надеждой Кирдон, ведущей кафедрой психологии, она будет приводить сюда своих студентов. У нас есть университет педагогический имени Сковороды, там учатся психологи и юристы, они будут приводить сюда своих студентов. Ну и всех, кого мы сможем привлечь, университет внутренних дел Александр Маркович Бандока, который стоял у истоков этого музея, и он был депутатом Верховного Совета Украины от Дергачевского района, на территории которого находится этот музей, и сейчас является депутатом областного совета. И хочу отметить, особо сказать, что он оказал нам поддержку в ремонте этого музея. Губернатор Хакинской области выделяет нам дополнительные средства для дальнейшей реставрации, реконструкции жизни музея. Кроме этого, у нас есть в городе, как во всех учебных заведениях, это и школы, и колледжи, и к нам обращаются, и директора, и преподаватели просят привезти воспитанников, не воспитанников, учащихся, я прошу прощения, к нам в курерскую колонию. Мы идем им навстречу, они хотят, ну тут уже как сравнение плохого и хорошего, то есть не поступайте плохо, иначе может так. И поэтому экскурсия будет начинаться именно с музея, чтобы школьники видели, и педагоги в том числе видели историю Макаренко как педагога, а потом они могли зайти и посмотреть саму колонию. Ну и один из важных факторов, который мы на сегодня хотим реализовать, у нас в системе насчитывается 52 тысячи сотрудников, это в основном молодежь, которая в принципе пришла сравнительно недавно, она не знает истории, не знает традиции пенитенциальной службы, вот как, извините меня, в прессе везде тюремщики-тюремщики. В принципе, люди же работают 52 тысячи, выполняют ту работу, которая нужна государству, любому обществу, потому что есть преступники, их порядка 150 тысяч, и кто-то с ними должен работать. Поэтому мы хотим воспитывать вот такие традиции, чувство гордости было, чтобы у наших сотрудников пенитенциальная служба за ту работу, которую они выполняют. Поэтому, кроме этого, вот этот зал, это только начало работы, то, которое мы начали. Мы хотим здесь проводить и научные конференции, и мы оборудуем его так, что можно будет проводить конференции в режиме онлайн, то есть можно будет, находясь у себя в учебном заведении, в другом городе, в другой стране, значит, посредством телекоммуникации проводить конференции, читать доклады, общаться на различные научные темы, вырабатывать различные научные концепции. Вот такая наша идея, я думаю, что мы ее обязательно осуществим, мы планируем в мае месяце, вот как раз к дню, когда Макаренко впервые зашел на территорию колонии, значит, открыть его торжественно, мы хотим тут и облагородить прилегающую территорию, у нас еще остались работы и кое-какие строительные, и вот тот музей мы хотим все-таки до мая месяца открыть, вот такая история. Поэтому, если кто-то желает, у кого-то есть желание участвовать, мы рады всегда сотрудничать, помогать друг другу, делиться с вами, чем мы знаем, а вы, если есть желание, делитесь с нами. Вот тракты, то, что я хотел сказать. Слово предоставляется Степаненко Николаю Ивановичу, ректору Полтавского национально-абедовического университета имени Короленко. Я не разнюю основные аспекты, так и первое, что науковый форум, который произошел в этом году в Полтаве, это все-таки чертовая сторона у святого макаринкознавства, есть такая наука, сегодня разные подходы к ней, и это очень природно, понимая, что не только позитивная тональность струбует в ней, а есть и альтернативные погляди, выкристаллизовываются истины, без этого обойти сегодня не можно. Поэтому запропонованные исследования, порушенные проблемы в них, это такой собий этап у макаринкознавчих студиях. И мы думаем, что сегодня задекларировали какие-то проблемы, и они будут, возможно, для сегодняшнего дня. Значит, для исследователей майбутных, я надеюсь, что они с таким пиететом читали, что написали сучасные исследователи, как мы ознакомимся с теми студиями, которые появились в 20-х, 30-х, 50-х годах. Другой важный, что есть Международная макаринкознавчая асоциация. Думаю, что я не помилюся, Тетяна Федоровна, когда скажу, что у вас тоже была такая промежная форма известностей. Потому что объединяйтесь на громадских засадах, где мы взволікатимем, мы не имеем финансов, это очень непросто, но собралися энтузиасти, которые сегодня уезжали, и, возможно, не все крапки расставили над этой цариней, но перспективу накреслили, и даже те, кто будет очильником, как разведутся дальше події, это святовое международное співтовариство, и то, что был полтавский этап, это очень и очень важно. Третий, что важливое, ну, принаймні, в Полтаве мы еще душе сблизились с пенитенциальною службой, у нас нормальные творческие взаимные, мы готовим социальных педагогов, практичных психологов, проходят практику, багато уже наших студентов працюють у этих службах, но мы просто удивлены и дякуем сегодня пенитенциальною службе за то, что появился третий день этой конференции, потому что мы не знали, будет ли он или не будет, однако этот день есть. И думаю, для тех, кто дослежит Макаренко, кто выкладывает педагогику, кто причетный, взагаля, до освещенно-виховной деятельности, у цьому закладу принаймні раз треба побувати, аби пережити це эмоційно, сприйняти визуально, и потом это у сведомості викарбуется, и висліди від цього будут зрими, и это то, что один раз почути, ліпше, один раз побачить, а не сто разів почути. Это очень и очень хорошо. Я рада из того, что у нас есть молодые дослежники, которые приехали сегодня до Полтавы, и это добрые, те, кто работают в сфере Макаренко знавства, те, кто свои будущие студии готовят, для них это большой урок. И понятно, что Харьков и Полтава рядом, и у нас филея Ярослава Мудрого есть. Я думаю, что не обязательно это в режиме интернет все это проводить. Думаю, что и мы будем ездить не только в Ковалевку, и не только в Крюки, где мы бываем, но и сюда, где Макаренко слід, это чувствовать, чтобы системно представить эту постать, и перед студентами системно вискровить его концепцию, и его концепцию, и последнее. Все-таки думаю, что сегодня этот хвиле, этот против интеллектуальный, который мы сделали, все-таки он поверит наступ, который идет сегодня на противоположный, ну, есть это сегодня. Поэтому здесь должна быть толерантность, но на любой против нужно нужно и ответить. И думаю, что это была красивая, лидная интеллектуальная подмога от Макаренковой, как постатей, Макаренко знамствовой, как науцией, Макаренко знамствовой асоциации, как святовом объединении. Поэтому, шановные коллеги, учасники и працівники пенитенциальности службы, от найвищего до найнижчого рангу дякую вам за все. И в надежде, что те проекты, которые мы сегодня накреслили, и с Белгородом, и с Москвою, обмін студентством, потребны сегодня. Экономические негаразди, они есть. Политические, разбрати, они відчутны. Но есть еще те, что нет кордоней. Это чисто людские взаимы, которые должны быть вибудованы на цивилизационных засадах. И думаю, если мы студентством своим будем обминювать себя, если мы будем отримать такую нормальную тональность в общении, мы живем в цивилизованном обществе. Мы этого хотим, и это обязательно успеет. И я еще раз всем дякую, великое спасибо. Большое спасибо всем за участие в конференции. Аплодия выступления предоставляется Кораблевой Татьяне Федоровне, президенту Международной Паренковской ассоциации. Спасибо. Шановные друзья, я хочу сказать о том, что у нас происходит в России, какие контакты с федеральной службой исполнительного наказания. Думаю, что это будет самое интересное. Во-первых, Антон Семенович Халабарин, которого мы потеряли буквально 15 февраля этого года, он входил в общественный совет, который наблюдал за перевоспитанием заключенных в колониях по Московской области. Он входил в такой общественный совет. Этот общественный совет возглавляет крупный режиссер Владимир Меньшов. И Владимир Меньшов на канале Культура несколько раз сказал о том, как для него лично значим Макаринка. Поэтому вот моя личная задача проговорить с этим режиссером, потому что у нас есть сценарий фильма, который подготовлен. И мало кто знает, что сценарий фильма по педагогической поэме притомил Роман Быков. И он сказал, ребята, это должен быть блокбастер советский первый. Динамично, проблемно, характер меняется. И знаете, кто прошел на главную роль Макаринка? Петр Мамонов, очень известный актер, теперь уже постаревший. А сейчас он снялся прекрасный фильм, который тоже можно снять пыль. Его стоит и островка Павла Лунгина, мы знаем, какой-то чудесный, глубокий фильм. Так вот, все уже шло к тому, чтобы этот блокбастер был создан. И это был 90-й год, когда уже шел какие-то вагоны с необходимым инвентарем и с какими-то строительными материалами для того, чтобы строились декорации под Харьковом, и эти вагоны были разворованы. Это 90-й год. После смерти Романа Быкова эта тема ушла, однако замысел остается, и я очень надеюсь, что удастся нам связаться с Мишовым и поговорить об этом. Теперь сценарий написал наш друг, который вы все хорошо знаете, Владимир Тумайев. Ну, возможно, это будет конкурсная основа, но Владимир Тумайев начинал работу с Дебюсом Хилеевым, он хорошо знает материал, и, в общем-то, проект сценария уже у нас есть. У нас нет того, что уже упомянул Николай Иванович, может быть, у нас нет прямого финансирования, собственно, на него и не приходится рассчитывать, ибо мы общественная организация, и наша задача соединить правильных людей, познакомить, встретить, и фактически мы все делаем на общественных началах, может быть, и это получится. Теперь второе, что я бы хотела сказать, мы добились того, что Федеральная служба исполнения наказания, отдел воспитательных колоний, входит в проведение международной наказательной ассоциации. И, конечно, если бы не украинскую, которую возглавляет Николай Иванович, нашел официально, думаю, что это был бы хороший симметричный ответ тому, что и мы. Сейчас мы работаем с Владимиром Вячеславом Леонидовичем, начальником отдела воспитательных колоний. И что мы замыслили? Ну, во-первых, есть известный вологодский опыт. Там был такой Зайцев, который, наверное, Ларис Иванович читали, потому что люди о нем описывались, как бы старшее поколение макаренковедов могло знать об этом. Был полковник Стурова, который хорошо разработал эту тему, Макаренковедину, Маргариту Павловну, Академию МВД. Есть вологодский опыт 70-х годов, где пытались применить систему макаренка такие же подвижники, в частности, начальник колонии Зайцев. Это стоит обобщить и найти. Журавлев уже занимается этими изысканиями, потому что это все-таки не современная основа. Теперь, что еще интересного делается в России? Есть такой конкурс, который объявил замечательный режиссер, известный Вячеслав Семенович Списивцев. Театр Списивцева знают многие, потому что это прекрасный театр, это украшение Москвы. Он, наверное, существует лет 30. Так вот, Вячеслав Семенович входит в этот же общественный совет по работе с воспитанниками. И они организовали прекрасный фестиваль. Называется он «Амнистия души». Что это такое? Это воспитанники, которые действительно встали на путь исправления, которые в том числе готовы участвовать в творчестве. Вячеслав Семенович приезжает с труппой, он готовит их, берет свои спектакли, и эти ребята показывают прекрасные результаты. И вот в этом году был шестой конкурс, в декабре уже «Амнистия души». Награждали самые лучшие актеры. Рядом со мной сидел Грачевский, который создал, создатель Вералаша. Они награждали вот этих детей, которые участвуют в конкурсе. И, в общем-то, они считают, что силами искусства, вот не только назиданием, но прямым диалогом с такими прекрасными актерами, с прекрасным театральным коллективом. И вот эти вот прекрасные начинания, которые все-таки я не могу не отметить в России, они хорошие, добрые. Можно, и мы предлагали Журавлеву, и мы с вашей пенитенциарной службой в Киеве связаны. И вот мы уже получили приглашение от полковника Яцевича Ленчук 25 числа приехать в Куришскую колонию. Мы с удовольствием приедем. И, честно говоря, я вот теперь подумала, а не пригласить мне Вячеслава Семеновича Списивцева с этой труппой, чтобы они показали эти идеи. У нас есть такие дети, осужденные, конечно, или воспитанники, которые освобождались на сцене, бывали в виде исключения. Вот очень интересно и судьбу посмотреть дальше, потому что это было оправданным риском или неоправданным риском. И вот рождаются идеи вот из такого спелкувания. Как было бы хорошо, если бы приехал театр, это вообще событие для Харькова, чтобы он приехал. Для Куриша показать, рассказать это и открыть памятник Горькому, который столько сделал. И, кстати, воздать должное и Матвею Павлибинскому. Потому что я вам хочу сказать, шановные друзья, что когда в Москву в 30-е годы приезжали посмотреть Москву, то показывали пять объектов. Кремль, Большой театр, ВДНХ, метро и Болшевскую коммуну. Потому что это нечто великое. Это настолько интересно по архитектуре, по воспитательному пространству. Поэтому пять чудес света 30-х годов я вам назвала. И одна из них Болшевская коммуна, которую собираются снизу. Еще одно. У нас смято около семи фильмов в России о Макаринске. Мы готовы привести их в дар. Но то, что вы имеете, выше всяких похвал. Вы не видели никогда. Нельзя ли получить в дар нам вот такой фильм, как вы показали сейчас, а мы вам привезем вот процедур, подбор фильмов на флешку и фильмов. И, кстати, фотографии. Фотографии из музея Горького мы получили только, что у меня сейчас выставка на Арбате проходит. И мы подарим вам фотографии из архива Горького. Единственное условие указать, что получены в дар от музея Горького из города Москвы. Это все. Спасибо вам большое. Можно одну фразу в дополнение к великолепному выступлению президента Международной Макаренко в связи с ассоциацией. Может, эта проблема будет для пенитенциарной системы. Но ежегодно, уже, если я не ошибаюсь, на протяжении более 10 лет Россия проводит конкурс имени Макаренко лучшего учебного заведения. Мы видели школу нашу прекрасную и колонисты возраста, школьников. Лучшего учебного заведения, вот школьного, ПТУшного. И, может быть, пенитенциарного, если они могут играть на сцене в театре, то, может быть, и в этом конкурсе участвовать. Ежегодно проводится конкурс имени Макаренко из трех составляющих. Первое. Школы, дети, директора, учителя, производственники при школах демонстрируют лучший опыт стран СНГ. К моему стыду, Украина, может быть, и к нашему, Украина ни разу не приняла участие. Мы членами жюри туда ездим, как макаринговеды. Но как представители школ, что у нас, вымерли все трудовые школы, и вымерли труд, тут же ребята работают на производство. Почему не съездить? Второе. Макаренковские чтения, научный аспект. Макаренковеды и молодые, мотайте на ус или на прическу дамского происхождения. И третье. Великолепная школа, экономическая и юридическая. Как уменьшить налоги на труд детский, то есть, чтобы нас не эксплуатировали и не обдирали детей. Финансирование и так далее. Как это оформить юридически и как это обставить экономически. Прекрасное. Трехкомпонентный семинар в течение школы, семинар, конкурс в течение трех-пяти дней. Ежегодный. Ближайший когда? 1 апреля, с 1 по 5 мы проводим 11 год. В каком месте? В этом году будет в Москве. В Москве. Вообще в Москве из Полтавы один раз в день ходит ходит. А, раз в два дня. Из Харькова ежедневно несколько. Спасибо. 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 Святой Васильевна, шановне учасники международной конференции, я как представитель Державної трендесяровной службы принимаю Ваше запрошение взяти участь в макаренковских читаний, в том числе в конкурсе на христианскую для лучших заболевших системных трендесяровных. Мы готовы приехать и взять в него участь. Больше того, я вам скажу, что Украина и наши установки тесно співпрацуют с Макаренковской асоциацией. До речи, сегодня хотел бы приветствовать вас наш коллега, член Громадской Ради Державно и Пенсионной Службы Украины, оберену Александру Алексеевичу передавал особистые витания Тетяне Федоровне и с лучшими желаниями участникам конференции. На жаль, за станом здоровья, он сегодня не мог нас привітать особисто. Но я думаю, что он в духах с нами, и мы его также рады, когда плачете на нашем зібранье. Шановные участники конференции, я хочу дать слово наступному отвечу, Граньовой Марине Викторине, декану Полтавского национального университета, педагогического университета имени Короленко. Вона также, думаю, есть что сказать. Шановные участники конференции, я счастлива, что сегодня так у нас хорошо развернулася и мает жизнь наша конференция, посвященная с 25-летнего народа Антона Семеновича Макаренко. Я рада, что до нас приехали члены Международной асоциации, и сейчас Тетяна Федоровна может проводить вот такое навчание в этой асоциации, и снова же таки приобретать новых особистостей до этой исторической работы, и такою необходимо, потому что это, прежде всего, вихование. И мы видим каждый день, как это тяжело, виховывать дитину, и особенно, когда она попадает в какую-то ситуацию, что нужно в ней виховывать, ее нормализовывать, просто нормализовывать. И поэтому работа Международной асоциации, она надзвичайно цена для всего общества, для всего света. Ну, а у нас для Украины важлива також деятельность этой асоциации, которая осуществляется нашим ректором Миколайом Ивановичем Степаненко. Я отзначу величезную работу нашего науковца, проведенного в Украине науковца, макаренкознавца Андрея Владимировича Ткаченко, который в этом году будет защищать докторскую диссертацию и самую по вивчению спадщины Макаренко. Я отзначу деятельность Ены Миколаевны Тарасевич, Кривонос, которая вносит великую лепту в вивчение спадщины Антона Смельча Макаренко. И она подносит это учение очень вдало до наших студентов, до наших подрастающих педагогических мастер. И наша кафедра каждый год проводит все дни на день народжения Макаренко, 13-14 березня, мы проводим международные конференции. И до нас завжди приезжают люди из разных стран, приезжают люди из Украины, из всех. Эта конференция надзвичайно популярная. У нас подруковывается по сбору материалов цієї конференции, сборник, который имеет лицензию ВАК Украины, сборник науковых праек. У нас проводится така велика пошуковая деятельность на нашей кафедре. И есть у нас аспиранты, которые работают с этой тематикой. У нас в Полтаве, в Полтавской области, будет в субботу, это після завтра, теж демонстрироваться новый фильм про Антона Смельча Макаренко в 13.15 и в 23 години. Значит, это будет абсолютно новый взгляд на виховное учение Антона Смельча Макаренко. Мы чему так, наша кафедра, звернулася до цієї постатки. Мы и читаем курс «Педагоги-инноватори Украины», и студенти говорят, Марина Вікторовна, давайте нам еще одну лекцию, дайте нам книжки. У меня библиотека, вот вы были у меня в кабинете, и у меня книжки лежат и в шафах, и на столах лежат книжки. И там дуже багато макаренко-знавчих этих прац. Чему? Потому что студентам не цікаво. Они приходят, они берут эти книжки, они их читают, потом вертают, фильмы берут. Меня Андрей Володимирович тоже принес цілу таку стопку фильмов. И переглядаемо. Мы на конференциях тоже стараемся, вот так, как сегодня педагоги-инноваторная служба нам показала фильмы, мы также стараемся показать фильмы студентам. И им это цікаво. Вот, может, это и дивно, может, нет. Но это цікаво нашей молодой. Они дивляться, они потом перечитывают, потом это обговорюют, им цікаво это послушать. Когда приходит Андрей Володимирович выступать перед студентами, магистрантами, он всегда на ура сприймается. Я вважаю, что это эффективное изучение спадщины Антона Смеча-Макаренко. И реализация, практичная реализация. Адже педагогика – это не только теория, но и связок теории с практикой. И самое то, что делает наша кафедра, она является эффективной. Я вклоняюсь к педагогическому службе и очень благодарна, что вы попросили нас сегодня, Евгений Фимович, с вашими коллегами. Потому что мы сегодня по-другому взагалі открыли, как никогда не было в таких закладах. И я для себя много чего нового открыла, как вихователь, как доктор педагогических наук. Я для себя очень много направлений открыла в развитии виховной системе. И если вам нужно, когда мы завжди с вами współпрацюем, и завжди мы стараемся, наша роль педагога – это помогать людям разного века, помогать в крупных ситуациях, батькам допомогти. Мы маем такий факт, что мы должны допомогать людям и быть корисными людьми. Так вот, я счастлива, что у нас есть такая взаимодопомога, что мы нашли один одного, что мы потребуем один одного. И я думаю, что мы еще много-багато таких закладов, конструктивных разом проведем. Дякую за это. Слово для наступного участника нашей конференции. Я просто не могу сидеть, я должен встать и представить всем участникам Васильева Макаренка, Антона Сергеевича, нащадка медитного нашего педагога Антона Семеновича Макаренка. Слово надается Антону Сергеевичу Васильеву Макаренку. АПЛОДИСМЕНТЫ А зачем вы тогда лежите? Это пресса. Это я вам продемонстрировал генетику, как она работает. Я не уверен, что Антон Семенович также поступил бы с этим микрофоном, но что-то такое, у меня подозрение есть, что может быть аналогично. Потому что если микрофон лежит, он должен работать. А если он не работает, зачем он лежит? Итак, во всем, в большом и в малом. Вот вы тут сказали, что тюремщики, и что-то вас там кто-то называет. Но тот кусочек жизни, что я там видел, куточек жизни, там порядка больше, чем за его стенами. Я имею в виду там, откуда мы приехали. И там иному человеку, я думаю, лучше, чем за его стенами. У входа в рай тоже будет стоять апостол Петр с ключами. Так устроено мироздание. Я думаю, что феномен Антона Семеновича Макаренко в том, что он это понимал, эти связи, что существует космическая этика без границ, без заборов, без искусственных условностей. Но существует метафизика добра и зла. И в борьбе одного с другим в лице Антона Семеновича побеждает человек. Побеждает лучшее в человеке, потому что, как сказать, и, наверное, в этом смысл воспитания. Все люди рождаются по образу и подобию Божьему. У каждого есть талант. Этот талант можно взорвать землю, а можно возрастить прекрасное плодоносящее дерево, чем занимался Антон Семенович. Потому что его так воспитали. Семен Григорьевич и Татьяна Михайловна. Девичество Тергачева. Тургачевский район. Я думаю, тут тоже какая-то связь есть. Мне так кажется. Я испытываю сложные, но, в общем-то, глубокие и хорошие чувства благодарности тем людям, кто сохранили память об Антону Семеновиче. Сохранили, можно сказать, возродили этот музей. Что кроме нас, сидящих сейчас здесь, в этом зале, здесь пройдут еще сотни и тысячи людей. Хотелось бы, чтобы они соприкоснулись с образом человека редкого, но в то же время, как замечательного вынесли, кстати говоря, девиз на фронтоне здания. Я был простым народным учителем. Просто народным учителем. Но жизнь, жизнь востребовала отдать все силы спасению ближнего. И Антон Семенович, можно сказать, что отдал свое здоровье. Но он спас не только тех трех или сколько-то тысяч человек, он спасает и нас, и он будет спасать еще тех, кто еще не родились, родятся. Значит, позвольте мне в укрепление вашего музейного здания вложить еще один кирпичик из нашей семьи, вот эту письменную... Я попрошу подойти Семенюка Игоря Анатольевича, директора Кузеева имени Макаренко. Я не буду утверждать, что из этой очереднили все написано педагогическое поэмо из другой «Малагина башня». Ну, в любом случае, это из нашей семьи, это из того времени. Спасибо. Я решил проверить, что, может, с той стороны написано, что я писатель, режиссер, декан, не декан, это доцент. Нет. Но здесь указано мое главное звание, то, что я Васильев, то, что я Макаренко, то, что я Антон Сергеевич. У каждого человека есть имя, фамилия, отчество, есть предки. И это, наверное, наше главное богатство, и мы все обязаны его сохранять в своей памяти и передавать своим детям и внукам. Значит, ну, как сказать, я не такой писатель, как Антон Семенович, но я член Союза писателей в этом качестве. Я дарю свои книги, библиотеку, наверное. Я уже, кстати, подарил вот ребятам, не мог не подарить, потому что я увидел их глаза, как сказать, какие глаза, любопытные, ищущие, ждущие чего-то. Вот. А это еще в музее, наверное. Спасибо. Мы приносим щире вибачения за то, что не смогли надати ту всю шану Антону Сергеевичу. Мы обещаем вибриваться, и наступный раз мы також вас запрошуем на наступные макарниковские читания и международные конференции, которые будут проводиться в этом месяце, в правдивом месяце. И я думаю, у нас будет шанс вибриваться, так как вымечте. Я надеюсь провести здесь мастер-класс, вот есть экран, есть проекция, у меня много фильмов еще, кроме книг. И здесь как бы провести свой творческий вечер, если меня пригласить, я с удовольствием ответил. Спасибо. Уважаемый Евгений Ефимович, я думаю, что Татьяна Федоровна наша ассоциация Полкавский Макаренковичевский Центр принимает ваши предложения по поводу сотрудничества. Значит, у нас за последние годы сложилась очень хорошая уже такая группа творческая, отдельным направлением исследования у нас была именно история Харьковской колонии, Курежской колонии имени Горького. И мы издали уникальную книгу на нынешний день. Значит, Антон Макаренко «Харьковская трудовая колония имени Горького в документах и материала». Значит, на основе Харьковского архива здесь собраны 132 документа, полностью аутентично поданы, мы нашли их сами в архиве. Некоторые из них принадлежат перу нашего Антона Макаренко. Вот, и вот это, наверное, первый шаг нашего сотрудничества. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Она видна, это четкость отлаженная. Спасибо, благодарю всем, кто здесь организовал это содержательное состояние и самой колонии, и этого музея, и, конечно, всей организации. Ну, хочу сказать, опять мы увидели объекты права интеллектуальной собственности, говорю, как патенты и поверенные. У нас традиция, допустим, когда в Полтаве выходит новый фильм на Телер-Эл-Эл-Компании Алтава, мы его защищаем объектами права интеллектуальной властности, авторского права. И это нормально, почему? Потому что это мы цивилизованно поступаем и не даем кому-то нарушить права, и сами чужих прав не нарушаем. Это относится к дороге Гоголя, и, я думаю, те фильмы, которые сейчас провокали, мы их защитим. И, Евгений Ебельевич, и просим вас, как там, по субординации, уважаемый директор, мы, я как патенты и поверенные, помогу защитить объектами права интеллектуальной собственности, этот фильм прекрасный. Это фильм «Завода Фэкт», вот тут сидят, присадили «Завода Фэкт». В общем, да, то есть, это подарок, это подарок был сделан два года назад, просто не было возможности. То есть, кто есть собственник или автор этого фильма, мы поможем его оформить как объект права интеллектуальной собственности. Почему я хочу и прекратить как бы дальнейшее выступление, это неудобно так говорить, но дело в том, что половина третьего на «Заводе Фэкт» все ждут уже участников конференции международной. А я хочу сейчас, пользуясь случаем, побывав вот сейчас и в музее, посмотрев то, что мы увидели после того, что увидели в прошлом году, мы с молодежью завода сюда приезжали и увидели сейчас, мы поражены. Очень большое вам спасибо за то, что сохраняете музей и то, что он и в дальнейшем будет служить для того, чтобы просвещать и воспитывать, и пропагандировать идеи Антона Васильевича Макаренко. Так уж судьба историческая сложилась, что вот Куриш, Куришская трудовая колония имени Горького и Харьковская трудовая коммуна имени Заржинского очень тесно связаны одним именем, именем Антона Васильевича Макаренко. Мы родом, наш ФЭТ, завод имени Заржинского и родом из коммуны, из мастерских коммуны имени Заржинского. Вот в декабре, 29 декабря мы отметили 85 лет. 85 лет заводу, 85 лет коммуне. Вот к 85-летию создан фильм, вот этот диск. Здесь очень много рассказывается о коммуне, о Макаренко и о той истории, которую прошло наше предприятие, извините, волнуюсь. Прошло наше предприятие за все эти годы. Пожалуйста, примите для музея, я думаю, что будет продолжать наше отношение. Это газеты, тут и Лапинского написано, посещали нам, к нам приходили. Тут и по истории нашего завода юбилейная газета, все убийцы, это все ваше. И, даже, куличек, 85 лет заводу. Всего доброго. Дорогие друзья, дорогие гости, дорогие гости. На этом мы завершим наше сьогоднее предприятие Куриловской випадочной колонии и музею имени Макаренко. Мы вас ждем на улице, где я вас уважаю. Также я хочу вернуться к моему желанию, у нас как книга «Видрухи», которая ведется уже почти 25 лет. Мы вас ждем наше сьогоднее предприятие Куриловской випадочной колонии и музеи.